МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людмила Михайловна, буквально на днях мы узнали, что ваш центр выиграл федеральный грант около 200 тысяч рублей на приобретение оборудования для создания мультфильмов. И ваши воспитанники уже работают над созданием своего очередного шедевра, уже рисованного. Все дело в том, что так получилось, что наш центр выигрывает гранты федеральный уже не первый раз. Первый раз это случилось в 2012 году, когда мы выиграли грант тоже православной церкви. Они нас очень сильно поддержали, и грант назывался «Азбука православия». Мы тогда пытались познакомить наших детей с азами православной культуры. Была сделана огромная работа. Затем, вслед за реализацией этого проекта и реализацией денег гранта, мы решили, что, наверное, мы должны что-то создать у себя в центре. И сами прописали для себя свой центровский проект, реализовать, который нам помогли жители нашего города. У нас появилась своя часовня, и чуть позднее появилась своя звонница. И мы очень тесно сотрудничаем с нашей православной церковью. Я полагаю, что православное воспитание дорогого стоит. Оно сдерживает людей, оно направляет их. И поэтому в этом году, в 2018 году, в очередной раз, узнав, что патриархом московским и всея Руси поддерживаются малые гранты православной инициативы, вновь мы снова обратились с тем, чтобы поддержали очередной наш проект. Проект называется «Мой мир». У каждого ребенка свой мир. Мы хотим, чтобы наши дети могли показать, как они чувствуют мир окружающих их всем нам. И в рамках этого проекта мы получили грант. Наш проект был поддержан. Да, около 200 тысяч рублей. Мы получили прекрасную, уникальную мультстудию. Людмила Михайловна, вы уже выпускали раньше мультфильмы, да? То есть вы делали, мы показывали даже по Котлас ТВ. Очень интересные работы. Наши неравнодушные дети отозвались в свое время на 100-летний юбилей Котласа. Очень интересно. Целыми двумя мультфильмами, где показали и рассказали об истории нашего города. А вот новая мультстудия позволит нам не только такие фильмы из лепкой, созданной глиной, пластилиновые фильмы, но и рисованные фильмы. Вот первый такой фильм, сказка о чудесном дереве, дети уже создали. И мы будем его смотреть. Самое главное, что вот наша мультстудия для детей, она сориентирована на добро, на умение показать, что в мире все гармонично. И наши дети в этот мир очень хорошо вписываются. Я думаю, что эта студия берет начало, она только начинает работать. И работы в нашей мультстудии еще увидят жителей нашего города. А сколько детишек там занимается? Вы знаете, что? Понятие детишек, все детишки занимаются, которые к нам приезжают. Ведь у нас в большей степени этой технологии создания мультфильма могут заниматься дети с хорошим интеллектом. Правда? И поэтому не так много детей, которые могут работать в этой технологии. Но это, как правило, дети, которые умеют себя сами обслуживать. То есть у них двигательные функции все-таки имеют место быть. И, как правило, это дети, которые приезжают к нам на заезды. Это дети всей Архангельской области. Вот сколько детей, которые к нам приезжают, конечно. Вот эти дети будут участвовать в создании таких фильмов. Людмила Михайловна, я знаю, что за последний год в вашем центре появилось не только это оборудование, но и много другого нового оборудования. Например, арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом. Световые планшеты для аква-анимации. Это тоже в рамках выигранных грандных проектов? Вот вы знаете, что? Очень важно, что начало пути «помоги себе сам». А сам коллектив может помочь себе только тогда, когда пишет проекты и привлекает в небюджетные средства для реализации самых умопомрачительных идей. Бюджет на это пойти, к сожалению, не может. Так вот этим путем сегодня идет и наше министерство. И я очень благодарна специалисту министерству, которые написали два больших проекта. И мы являемся соисполнителями этих двух проектов. Вот один из проектов, который позволил нам приобрести это оборудование, он называется «Ты не один». В нем соисполнителями являемся реабилитационные центры, такие же, как наш. И поддержку этот проект получил у фонда поддержки детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Все знают о фонде Гордеевой. Вот в рамках этого проекта мы как раз получили где-то 300 тысяч рублей. То есть нам выделено 300 тысяч рублей, и мы смогли привлечь такое уникальное оборудование. В основном оно направлено на изменения, на воздействие на психоэмоциональное состояние ребенка. Вот это очень важно, создать среду, создать настроение у ребенка, и тогда он может быть более отзывчив на работу других специалистов с ним. То есть результативнее будет с ним общение, диалог и работу, и все реабилитационные слагаемые. Людмила Михайловна, вот в центре ваши дети обеспечены всем необходимым, да, но ведь большую часть времени они проводят дома. Какую-то помощь вы оказываете ему вне учреждения? Вот вы знаете что? Наверное, очень важно, чтобы дети не замыкались только на центр, и чтобы дети не замыкались только на дом. Давным-давно с момента открытия центра мы делаем все к тому, чтобы мы могли общаться с детьми и родителями вне центра. Вот это одно из важных направлений работы центра. И просто экскурсии, просто прогулки, просто выезды по городу – это одно. Но вот нам очень крепко помогло женское движение, когда написала проект «Лучи солнца в ладошках». Мы тогда попытались объединить людей, которые, казалось бы, необъединимы, потому что они действительно в центре, а потом дома на дне с теми проблемами, с которыми они сталкиваются. Это дети, которых называют солнечными. Это дети, которые очень добрые. И вот эти детки съездили в рамках проекта на родину Деда Мороза. Это был целый день путешествия на родину Деда Мороза. Итогом этой работы было создание группы ВКонтакте для мам, которые воспитывают таких деток. И до сих пор эта группа работает, и люди общаются. Вот так, наверное, надо и шагать. Людмила Михайловна, я знаю, что у вас еще даже прокат-оборудование есть, да? Да-да-да. У нас действительно есть оборудование на прокат. Но это был первый опыт, наш опыт первый. Нам были выделены средства, и мы думали, что нам приобрести. Мы приобретали, безусловно, частично игровое оборудование развивающее, которое вы давали, коляски, там мягкие модули. Но вы знаете, что у каждого ребенка, который проходит через МСЭ, разрабатывается программа реабилитации-абилитации, ИПРА, индивидуальная программа. И в этой ИПРА прописываются специалистами, какие средства индивидуальной реабилитации ему нужны. И ясно, что эти средства наш фонд социального страхования выдает семье. Но, как оказалось, этот федеральный перечень, он не всегда учитывает тонкости и особенности заболевания ребенка. И я тоже считаю, что наша область в этом отношении проделала определенную работу. На сегодня сформирован так называемый региональный перечень технических средств реабилитации, которые не вошли в федеральные перечни. И вот в этом году нам, буквально совсем недавно, выделено 400 тысяч рублей, чтобы мы могли приобрести оборудование, которое нужно семье для воспитания тяжелого ребенка. А что в этот перечень, во-первых, входит? Во-первых, это входят разного рода вертикализаторы, сидения для ванны, а там еще, что мы приобрели? Мы покупаем специальное кресло-сидение для ванн, для мытья детей. Они очень важны, потому что ребенка надо поддержать в ванне. Мама одна трудно справляется с этим. Мы приобрели специальные кровати, которые позволят ребенку подсаживать в этой кровати, укладывать ее более удобно, чего раньше не было. И в перечне федеральном этого, к сожалению, нет. Мы приобрели также телескопический пандус, который позволит более высоких этажей на более нижние перемещать ребенка в коляске. Мы приобрели там коляске. Все это будет выдаваться родителю в прокат. Не навсегда. То есть на какое-то определенное время. А это за деньги? Нет. Вот вы знаете, что? Пока все это бесплатно выдается. Все это выдается бесплатно. Это очень важно. Да, это выдается бесплатно нашим реабилитационным центрам. Ясно, что под определенную запись. То есть родитель должен понимать, что он несет определенную степень ответственности за сохранность того, что он получает. И надо сказать, что перечень того, что мы купили, рождал не центр. И это тоже важно. То есть прошел диалог с родителями, у которых тяжелые дети. Мы выслушали, что они считают необходимым получить в свою семью. И купили именно то, что сегодня нужно. То есть ни одна единица приобретенного оборудования, а сейчас проходят конкурсы, и оно, наверное, появится в конце года, в начале следующего, и начнет работать на семью. Так вот ни одна единица этого оборудования простаивать не будет. Это очень важно. Замечательно. Людмила Михайловна, ваш центр охватывает все районы Архангельской области. Это тысячи детей с ограниченными возможностями. И так как центр больше 400 детей в год принять не может, у вас очередь расписана аж до конца 2019 года. Да. Вот вы знаете, что самое для меня удивительное, что таких центров у нас три. На юге один и два на севере. Северодвинский, Архангельск. Мне всегда думалось, что уж Архангельские-то дети к нам не поедут никогда. Но, к сожалению, практически в каждом заезде дети из северных территорий едут к нам в Котлас. Мне это бальзам на душу и нашему коллективу тоже. Потому что, наверное, уровень и качество оказываемых услуг устраивает родителя. Безусловно, устраивает. И они едут к нам. И они после того, как пройдут курс реабилитации в 21 день, сразу же записываются на следующий курс. И огорчаются, потому что сегодня уже запись идет на конец 2019 года. А еще до конца 2018 года два с половиной месяца. Значит, с конца 2018 года мы где-то продвинемся примерно на июнь 2020 года. Все дело в том, что количество койко-мест в нашем учреждении для оказания услуг приезжающим детям. А это два вида оказания услуг. Дети с мамой приезжают, дети, которые не могут себя обслуживать. И есть группа детей, которые обслуживают себя, которые очень активно вписываются в реабилитационный процесс. И активно себя проявляют. А это дети, которые приезжают к нам. Шесть деток тоже из разных районов Архангельской области. То есть на один заезд у нас получается 10 детей. Четыре с родителями и шесть самостоятельно. Вот и все. Если разделить весь год на 20 дней и учесть, что летом наш центр в отпусках, получается не так уж много заезда. Конечно, если были достроены здания, которые ждут хозяина. И если бы хотя бы часть того, что там недостроено, пошло нашим детям, наверное, это было бы здорово. Вообще у меня есть завиральная идея. Вот детей, тяжелых детей, которых мы принимаем, мы могли бы принимать у себя в Котласе всех детей. Потому что у нас очень сильные специалисты. Очень грамотные специалисты. Но для этого не выходим в площади. И мы бы тогда всю область могли взять под себя. Людмила Михайловна, Вы сейчас упомянули как раз недостроенное здание. Вообще работа как-то в этом направлении ведется? Есть какие-то положительные результаты? Все дело в том, что, да, наверное, определенный положительный результат. Есть один хотя бы положительный результат. Двухэтажное здание, которое мешает входу, центральный вход нашего центра. Потому что с крыши этого двухэтажки все время сыпятся целые, либо не очень целые листы шифера. Потому что они изветшали настолько, что дуновением ветра они оказываются внизу. И Министерство строительства Архангельской области приняло правильное решение. Они сейчас консервируют эту крышу, ремонтируют крышу. Это первый позитивный шаг в отношении тех недостроев, которые есть. Во-первых, это позволит безопасно попадать в наш центр. Во-вторых, это позволит сохранить все то, что будет находиться под цельной крышей. Потому что высылок и вымоканий в стен недостроенных зданий огромное количество. Просто здания разрушаются. Обидно. А больше продвижения никакого нет? Пока никакого нет. Пока, к сожалению, на наши письма нас обещали послужить и нам обещали, что что-то случится в 2018 году. Теперь наше желание увидеть хотя бы часть этих зданий своими перенесено на 2020 год. То есть это из области нет? Из области такие ответы. Официальные. Людмила Михайловна, вот чтобы ухаживать за особыми детками, нужен профессиональный, дружный, сплоченный коллектив. Вам удалось подобрать такую команду? И, наверное, педагоги центра не стоят на месте, продолжают учиться, обучаться. Вот вы знаете, что у нас действительно созданы все условия для работы специалиста. Год назад, в канун Нового года, нам удалось доказать, что у нас хорошие специалисты, что у нас весь инструментарий необходимый для работы разных профильных специалистов имеется. Мы получили лицензию на образовательную деятельность по профилю доп. образования. Я считаю, что это очень важно, потому что мы все время были как бы ничьи, мы шли по острию ножа. То есть вроде бы педагоги, вроде бы получают заработную плату, как педагогические работники по указу, и вроде бы отпуска такие же, но в любой момент у нас все это могут отнять, потому что нет законного основания, у нас нет лицензии. Мы получили лицензию. Я хочу сказать, что все педагоги, была у нас лицензия, либо какое-то время назад ее не было лицензии, у нас все педагоги все время повышают уровень своей квалификации. Причем не для того, чтобы потом аттестоваться, получить квалификационную категорию, хотя это тоже важно сегодня, а для того, чтобы, используя новые технологии, быть более полезным детям. То есть идет изучение новейших технологий, новейших подходов в реабилитационных процессах, которые имеют место быть в России. Они ездят у нас в Москву, в Санкт-Петербург, на самые разные площадки. Мы очень хорошо сотрудничаем, конечно же, с Архангельском. То есть вот как только возникает малейшая возможность и знание, что вот здесь интересно, мы сразу же находим средства, отправляем специалиста. Ну а сейчас наши специалисты должны четко понять, что надо немножко поважать себя. Если мы умеем так высоко, так хорошо зарекомендовали себя перед родителями, так хорошо работаем с такими детьми, то, наверное, нам нужно после аттестации на соответствие занимаемой должности, как следствие получения лицензии, писать работы, отчетные работы и аттестоваться на первую высшую квалификационную категорию, вслед за первой квалификационной категорией. Таких специалистов в центре много. Не менее важен в реабилитационном пространстве и эмоциональный фон ребенка. И вы досуг детей тоже успешно организуете. В центре постоянно проходят какие-то праздники, фестивали, концерты. Это правда. И это совершенно не случайно. Есть такое понятие в реабилитации – праздникотерапия. Праздником можно лечить душу. То есть чем больше красивых праздников – красивых праздников, грамотно организованных. С участием не только детей, но и специалистов. Как ни странно, наши дети, они, наверное, не смогут справиться с организацией праздника. И поэтому, когда мы готовим какой-то праздник, то всколыхнуться должен почти весь коллектив. Либо часть коллектива в этом празднике, а часть в другом. Но обязательно участвует коллектив. Без этого невозможно. И я думаю, что вот эти праздники, на которые мы приглашаем обязательно родителей этих деток, обязательно большое количество гостей. Потому что я понимаю, что потихоньку эта стена непонимания семей, у которых такой ребенок, она становится все тоньше и тоньше. Она разрушается. В нашем городе это стало заметно. В наш центр идут, и хочется людям посмотреть, как мы живем, чем мы живем. К нам приходят, гуляют по территорию, весь южный микрорайон. Мы всех приглашаем, стараемся на многие праздники пригласить тех, с кем мы построили хорошие мостики дружбы и взаимопонимания. Вот мы сотрудничаем с социумом, который нас окружает абсолютно. С культурными учреждениями, дошкольными, школьными образователями, профобразованием, высшие школы. То есть все эти, как бы слагаемые, обязательные для города, они наши гости, они наши друзья, мы партнеры. Вот это очень важно. Людмила Михайловна, помимо руководства центра, вы еще являетесь и председателем городского общественного совета. Работаете уже два года. Какие вопросы удалось решить? Ну вот, во-первых, вы знаете, что первое, что нужно было сделать, членам общественного совета, вообще глубоко познакомиться с тем, как работают отрасли в нашем городе. И мы очень детально изучали работу от отрасли культуры, образования, спорт. Было задано достаточно количества вопросов специалистам, которые руководят этими отраслями. Многие были сделаны замечания, они брались под карандаш на заметку. И, конечно, все это устраняется. То есть вот такой диалог, он очень важен. Конечно, есть серьезные вопросы, которые волнуют всех катлашан. Вот мост, который горбатый волнует катлашан. И мы понимали вопрос о том, какова судьба. Судьба такова, что надо вначале хорошенько продиагностировать, изучить ситуацию. Для этого необходимо обратиться в соответствующее учреждение, которое имеет право и лицензию на то, чтобы провести диагностику состояния моста. Выяснить, в каком он состоянии. Его можно достроить, либо его надо разрушить, либо надо построить новый, либо вообще что с ним делать. Потому что горожан волнует. Тут трудно добираться в приличный район. Решение какое-то должно быть принято. И тогда в бюджет еще не были заложены те полтора миллиона рублей, которые после заседания общественного совета все-таки были изысканы. И собранием депутатов, и администрация муниципального образования Котласа. Они были найдены в бюджете. И вот вы знаете, что буквально на этой, на следующей неделе, мы получим некое решение, заключение группы специалистов, которые нам точно скажут, что будет с мостом. Я считаю, что это неплохое достижение общественного совета. Еще одна проблема, вот проблема с мусором, который, по крайней мере, проговаривается, что будут вывозиться в Архангельскую область. Конечно, мы очень против этого. Мы писали письмо обращения не только члены общественного совета, но и очень заинтересованные в том, чтобы наша область была чистой. Люди с личными подписями отправили к губернатору. Получили ответ, что никаких взаимоотношений на предмет того, что там что-то будет строиться, полигон для сбора мусора со стороны железной дороги в адрес администрации Архангельской области не было. Тогда мы решили обратиться теперь же на саму железную дорогу в Головное, в Ярославль. Но какой ответ получим, пока не знаю. Это вот два таких больших. На самом деле, вот еще один, совсем небольшой, может быть, казалось бы. Но в канун 1 сентября хотелось бы, чтобы наши дети переходили дороги безопасно, чтобы ходили по пешеходным дорожкам. И мы еще весной задали эти вопросы специалистам администрации. Потому что с этими вопросами к нам обращаются жители. Откуда возникает запрос к администрации? Раз в квартал члены общественного совета ведут приемы по микрорайону. И встречаются с жителями микрорайонов, которые говорят о том, что их волнует. Кстати говоря, очень спокойно мы научились общаться друг с другом. Хорошо. И вот одним из вопросов был вот этот вопрос. Потому что очень сложно было переходить вот с этого моста через нашу автомоста. Спустишься, а как идти, как переходить? Но видите, что сейчас есть прекрасная возможность спокойно, нетравмоопасно, безопасно даже переходить все вот этот узел транспортный. То есть я считаю, что вот еще могу сказать, что любой вопрос, который мы задаем администрации, даже казалось бы такой колючий, он всегда отрешивается очень неплохо специалистами администрации. Они внимательно выслушивают, очень внимательно выслушивают. Мы обозначаем сроки, когда мы к этому вопросу вернемся. И при возвращении обязательно получаем положительные шаги в решении того-либо иного вопроса. Людмила Михайловна, вы вообще очень активный человек по жизни. Вот как вы считаете, это все из школы? Вы все-таки 25 лет были учителем физики, директором 76-й школы. Вот знаете, я, наверное, так скажу сейчас. Это родом из детства. Я училась в школе. Это были удивительные годы, мои школьные годы. Комсомольская юность, пионерская юность. Удивительный учительский коллектив, который многих ребят нашего класса заразил на предмет учиться хорошо, получать высшее образование. Практически все выпускники нашего класса, вот где я училась, получили высшее образование. А два человека из нашего класса стали учителями физики. Потому что у нас был замечательный учитель физики, Виктор Самуилович Сильванович. Строгий, грамотный, умный, интеллигентный. Вот это в одном человеке, в мужчине. Человек для подражания. Человек-образец. Того, каким надо быть учителем. Мне всегда хотелось быть на него похожим. И мне очень повезло. Когда я закончила Ленинградский имени Герцена институт и приехала в Котлас, меня назначили, обозначили мое место трудовое на распределении в Котласе. 76-я школа. Как был обрадован Виктор Самуилович, потому что это была его школа. Он там начинал учиться. И его учитель сделал так, его учитель физики, чтобы он стал учителем. А я пришла потом на место Василия Семеновича Лунева. Лунев Василий Семенович, учитель Виктора Самуиловича. И я взяла эстафету, приняла эстафету у Лунева Василия Семеновича. Вначале я была учителем физики, а последние годы и директором. Собственно, та же, как Василий Семенович Лунев. Но я вот была Вашей ученицей, я помню Ваши уроки, Ваши конспекты на доске. Вы знаете, что мне всегда казалось, что физика при всей своей сложности может быть очень простым предметом. Согласна. И мне хотелось доводить до детей сложную информацию так, чтобы у них все четко простроено было. И тогда вся вот эта цепочка логически выстроена. Она очень хорошо помогала ребятам. И многие мне говорят, что они когда учились в институте, на первом курсе им можно было не ходить на лекции, потому что им хватало того материала, который они получили в школе. У нас были самые замечательные дети. Вот в нашей школе были самые добрые, самые отзывчивые, самые гибкие, самые изобретательные ребята. И я бы сейчас снова вернулась в школу. Вы так самозабвенно говорите, вот скучаете, да? Да, я очень скучаю. Я, правда, скучаю по школе, хотя знаю, что мосты все сожжены и знаю, что время прошло. Но школа – это самое доброе, наверное, что есть воспоминания мои, может быть, воспоминания каждого учителя, потому что школа делает нас молодыми. Я не хочу стареть, наверное, это меня научили ребята в школе, потому что, как правило, школьные учители, они стареют. Это правда. А встречаете ребят? Ребят встречаю много, часто. Но встречаю походи, потому что я вот последние годы, во-первых, вначале я работала в администрации, занята была очень крепко. А сейчас вообще живу в Южном микрорайоне, потому что у меня есть свой маленький мир или большой мир, мой центр. И я служу ему так, как обязана делать это. Людмила Михайловна, спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Ну, а у меня на этом все. Продолжит выпуск небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды, афиша культурных мероприятий, гороскоп, телевитрина и очередной выпуск телепроекта в гостях у Таусеньки. Приятного вам просмотра. Увидимся. В свет вышел свежий номер общественно-политической газеты «Новый Котлас». Распространяется она бесплатно. Взять свои экземпляры здания можно в торговых точках города. С единой командой мы сделаем «Котлас» современным и комфортным для котлашан. Андрей Бралин вступил в должность главы города на последующие пять лет. Всесоюзное комсомольское собрание «Котласские акценты». Город готовится к столетию ВЛКСМ. Галерея лучших педагогов муниципального образования «Котлас». Они делают жизнь наших детей ярче и лучше. Кружились в танце ветераны. В городском ДК прошел бал, посвященный Дню пожилых людей. Как перезимуют вычеготцы. У жителей поселка многомиллионные долги за тепло. Коммунальная проблема Светланы Нероновой. Жительница Ленина, 76, четыре месяца живет без газа. Компетенция сотрудников растет пропорционально количеству услуг. Уже четыре года в «Котласе» работает многофункциональный центр. Кадры решают все. 5 октября свой столетний юбилей отметили сотрудники уголовного розыска. Стихи и проза местного парламента. 20 сентября начал свою работу шестой созыв городского собрания депутатов. Шаг длиною в 30 лет. Вторая школа отметила свой 30-летний юбилей. Чтобы быть в цветах, нужно год пахать как лошадь. В Котласском драматическом театре открыт 83-й творческий сезон. График проверки многоквартирных домов, афиши мероприятия на ноябрь – это и многое другое. Читайте в свежем выпуске газеты «Новый Котлас». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все очень просто. Готовились к вступлению в комсомол, учили устав, учили историю комсомола, а потом шли на бюро городского комитета комсомола и там перед бюро отвечали на вопросы. Вот вся процедура, которая нам помогала вступить в комсомол. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я в комсомол ходил дважды. Я уходил, потом приходил вновь. Был третьим секретарем, потом первым секретарем горкома комсомола. Я полагаю, что самый существенный вклад – это строительство МЖК у нас в городе, ну и переезд нашего аппарата горкома комсомола в домое помещение, на кедрове 4, что позволило горкома комсомола обрести свои здания и возможности для работы с молодежью. Работа в комсомоле – это действительно работа с молодежью, работа с людьми. И, по всей видимости, это вклад в мою жизнь. И то, что я сейчас являюсь ученым, это несправимая часть моей жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи отмечает юбилей. Приглашаем гостей и жителей города 29 октября в 16 часов на торжественный вечер, посвященный столетию ВЛКСМ. Вход свободный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где купить верхнюю одежду и обувь кировских производителей? Качественную и недорогую? Конечно, в магазинах «Зимний стиль». Драповое пальто – до 7 тысяч рублей. Обувь из натуральной кожи – до 5 тысяч 900 рублей. Котлас торговый центр «Адмирал» – второй этаж. Коряжма торговый центр «Виконда» – второй этаж. Куртки, пальто, дубленки, мига, обувь кировских производителей. Первые осенние скидки – до 30%. Котлас, встречай! Такого еще не было! Открытие гипера ДНС. В три раза больше техники на том же месте. ТРЦ столица, нулевой этаж. Обувное предприятие город Киров принимает обувь в ремонт. Смена подошвы, союзок, расширение зауженной обуви. Профессиональный ремонт любой сложности. 24 октября в Котласском КДЦ с 10 до 18 часов. Одна из крупнейших российских страховых компаний «Альфа-страхование» открыла долгожданный офис продаж в Котласе. Оформить страховой полис, ОСАГО, КАСКО, застраховать свое жилье, имущество, здоровье и даже путешествия теперь можно в новом офисе продаж. На Ленина 86. «Альфа-страхование» – это более 25 лет на рынке страховых услуг. Работа с юридическими и частными лицами. И исключительно высокий уровень надежности. «Альфа-страхование» – Ленина 86. Здравствуйте, с вами Мария Пашинская, и я расскажу вам о погоде на ближайшие три дня. Метеовыпуск выходит при поддержке мелкооптового магазина на 7-го съезда советов 105. Сегодня здесь самые вкусные цены на суповой куриный набор – всего 30 рублей за килограмм. Ноги говяжьи – 68 рублей за кило. Вкуснейшее масло из нюксеницы – 90 рублей за брикет. Сосиски нежные из Калининграда – 119 рублей за килограмм. Сайда свежемороженая – 150 рублей за килограмм. Срезки семги без костной слабой соли – 490 рублей за килограмм. Ждем вас с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 часов вечера. В субботу с 9 до 14 часов. Воскресенье – выходной. В субботу 21 октября в Котласе ожидается значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В воскресенье 21 октября будет сохраняться значительная облачность. Температура воздуха днем также будет прогреваться до плюс 7 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое. В понедельник 22 октября нас ждет пасмурная дождливая погода. Температура воздуха до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. А у меня на сегодня все. Всем хороших выходных. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Встречаем новый модный сезон вместе с магазином «Эффект». Большое поступление актуальных моделей теплых пальто производства России. Здесь же можно подобрать аксессуары. Шапочки, шарфы, береты, перчатки, палантины и стильные сумки. «Эффект» – безупречность во всем. Котлас, Калинина 7. За медом в Котласский дворец культуры. Для всех желающих распахнула свои двери медовая выставка. На ней горожане могут ознакомиться с продукцией пчеловодов из Башкирии и Волгоградской области. Продегустировать более 15 сортов вкусного лакомства уже нового урожая. Пасека находится в Волгоградской области. Более 100 семей у меня. Занимаюсь этим уже более 6 лет. Сам пчеловод. Эта выставка не первый раз посещает наш город. И каждый раз со свежим янтарным угощением. Для всех, кто придет, особо выгодное предложение. При покупке от 2 килограммов меда, килограмм цветочного меда в подарок. Котласский театр драмы приглашает на деревенскую историю соседи. Действие происходит в деревне, ничем не отличающейся от многих других деревень. Начинающий журналист Владимир приезжает туда с целью написать статью о жизни деревни и ее людей. Но бабка Феня и дед Василий с осторожностью встречают городского гостя. К тому же их сын Федор и соседка Елизавета затеяли спор по поводу своих детей. Они никак не могут решить, что им делать с влюбившимися друг в друга молодыми людьми и последствиям этой любви. А надо было всего-то сесть за стол переговоров и выслушать друг друга. Обаятельные герои, комичные ситуации, сменяющие одна другую, добрый юмор создают в спектакле теплую домашнюю атмосферу. Спектакль состоится 20 октября, начало в 18 часов. Справки по телефону 21934. Экипаж! Дайте подчинить восьмерку, и они уйдут на своем танке. Дайте шанс, я справлюсь. Незакрушимый в кино с 25 октября. ДОМАНТИРМ. ДОМАНТИРМ. Продолжение следует...